Если вам близок творческий подход, вы можете создать удивительные презентации, насыщенные эффектами анимации с путями перемещения. Вы увидите, что это не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Но давайте начнем с простых вещей. Щелкните фигуру с названием «Фигура заднего плана 1». Теперь, если добавить эффект входа, например, вылет, мы сможем контролировать, в каком месте остановится фигура, а также направление и последовательность, используя команду «Параметры эффектов». Но мы не можем изменить место вылета фигуры или путь, по которому она движется. Для этого нужно использовать пути перемещения. Перейдите в коллекции вниз к разделу «Пути перемещения» и выберите вариант линии. Это путь перемещения. Линия описывает путь, зеленая стрелка указывает на место начала движения фигуры, а красная — на место ее остановки. Выделите путь. Эта полупрозрачная фигура показывает фигуру в ее конечной точке. Перетащите красную стрелку и поместите конечную точку на фигуре с названием «Фигура переднего плана». Затем просмотрите анимацию. Первая фигура перемещается за вторую. Используя пути перемещения, можно сделать много интересного. Попробуйте выбрать другие линии, например, дуги и петли. Можно также выбрать пункт «Пользовательский путь», если вы хотите нарисовать свой собственный путь перемещения. Давайте вернемся к предыдущему слайду и добавим путь перемещения для фигуры заднего плана 2. Скопируйте анимацию с помощью инструмента «Анимация по образцу». Затем выберите путь перемещения и поместите его конечную точку над фигурой переднего плана. Просмотрите анимацию. Анимация выполняется правильно, но вторая фигура заднего плана останавливается, накрывая фигуру, которую мы хотим оставить впереди. С этой проблемой вы будете часто сталкиваться при создании собственных эффектов анимации. Но ее легко устранить. Щелкните правой кнопкой мыши фигуру и последовательно выберите команды «На задний план» и «Переместить назад». Теперь просмотрите анимацию. Это именно то, что мы хотели получить. Дело в том, что все объекты на слайде упорядочены по слоям. Отправив фигуру на задний план, мы переместили ее в слой позади фигуры переднего плана. Вот еще одна вещь, которую вы можете сделать при создании собственного эффекта анимации. Эта фигура мяча на самом деле содержит две анимации. Путь перемещения, по которому фигура движется горизонтально, и анимацию вращения, которая заставляет мяч вращаться по мере перемещения по пути. Чтобы применить к объекту несколько эффектов анимации, выберите первое из них в этой коллекции. Затем выберите команду «Добавить анимацию» и добавьте остальные. Не забудьте настроить дополнительные параметры эффекта и времени. Открыть это диалоговое окно в области анимации можно еще одним способом. Щелкните стрелку рядом с анимацией и выберите пункт «Параметры эффектов». Я установил для эффектов анимации флажок «Автовоспроизведение», чтобы объекты автоматически возвращались в свои исходные позиции. Теперь вы знаете все необходимое для работы с эффектами анимации в PowerPoint. Лучший способ разобраться, как работает анимация, поэкспериментировать самостоятельно. Дополнительные сведения можно найти по ссылкам в сводке курса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...